Почему так мало про инновации? Потому что это их корпоративный ноу-хау. Ты сейчас за меня отвечаешь. Но честно, я не очень в это верю. Тимлит – это человек, который раздает задачи, бьет им по голове, получаешь обратную связь. Ну где тут MVP-то? А, ну это что-то маленькое. Вот так вот профессионалы действуют. Все от них не скроешь. Итак, друзья, добрый день. И у нас в эфире рубрика «Неочевидные вопросы профессионалов». Это рубрика, в которой мы берем профессионалов какой-либо из отраслей, связанных с менеджментом, и задаем ему неочевидные вопросы, которые мы собирали в профессиональных сообществах. И сегодня у нас в гостях Алексей Ионов. Леша, привет! Привет! Привет, привет! Леша является, ну, одним из топовых, наверное, Lean Agile специалистов у нас в стране. И, наверное, с его именем, скорее, будет связано использование такого фреймворка, который называется SAFE. Леш, наверное, такой, как бы, вопрос вводный я бы задал тебе. Можешь там в двух словах сказать, там, типа, для чего этот SAFE нужен? Мы будем использовать кучу разных профессиональных аббревиатур, поэтому мы еще у Леши спросим, где про это почитать. Вот SAFE – это немножко про что? SAFE – это про продуктовую разработку сложных продуктов, как говорится, продуктов с цифровой поддержкой. Это не обязательно исключительно цифровые продукты, но это важно два фактора. Первое – это то, что продукты сложные, а второе – то, что в производстве этого продукта участвует большое или очень большое количество людей. Ну, то есть это для Enterprise в основном такого уровня? Ну, Enterprise у нас принято считать действительно крупной компанией. В принципе, для средних компаний тоже вполне себе работает. То есть где-то вот три плюс команды – это вот там, где можно говорить об этом подходе. Тогда для новичков в этой теме, которые нас могут смотреть, расскажи, где можно почерпнуть базовую информацию об этом всем? Базовую информацию можно почерпнуть, если вы владеете английским языком, естественно, на сайте Skeltergeal Framework.com. Если вы не владеете английским, можно на нашем сайте и в YouTube-канале тоже там есть, например, видео, описывающий SAFE. Проблема заключается в том, что это достаточно масштабная система управления, не всем она нужна целиком, и очень разные задачи можно с помощью этого инструмента решать. Поэтому вот так вот в двух словах рассказать достаточно сложно, но вопросы, я так понимаю, профессионального сообщества, поэтому я думаю, что что-то мы еще и расскажем сегодня. Коллеги, как обычно, все ссылочки будут в описании. Ну и давай перейдем к вопросам, которые мы собрали в профессиональном сообществе. Вопросы будут достаточно-таки объемные, поэтому готовься. Итак, Skeltergeal Incorporated активно втягивает в SAFE общеизвестные термины и подходы, по дороге их подменяя. Например, Scrum XP это не совсем Scrum, но эксплуатирует то, что эти нюансы и различия осознают далеко не все. Из-за этого складывается впечатление, что в SAFE уже все есть. На поверку оказывается совсем не так, на самом деле. В реальности единственная инновационная рабочая схема SAFE, механика, это PI Planning, при том, что он цементирует структурные зависимости и заставляет управлять ими вручную, а не устранять. Вопрос. Что самое полезное есть в SAFE, чего нет в других подходах, кроме хорошо описанной проприетарной базы знаний? Давай все-таки немножечко с вводной части, потому что вводная часть описывает в моем понимании некоторое количество мифов о фреймворке. Мы сейчас, ну, может быть, будем дальше касаться, если будут вопросы, откуда эти мифы могут появиться и появляются. Но я вот как человек, который этим занимается профессионально, со многими вещами в преамбуле не совсем согласен. И, в общем-то, могу, например, рассказать, почему это не так. Если очень кратко, то SAFE действительно берет лучшие практики и методы, которые существуют на рынке, и не то чтобы их меняет, как вот здесь, а он их интегрирует. Потому что проблема заключается в том, что если просто взять отдельно взятые классные корпоративные и не очень корпоративные продуктовые идеи, они не будут интегрироваться в единую систему управления. А здесь идея в том, что мы получаем готовую систему управления. И действительно SAFE изначально в 2010 году, даже дошню чуть-чуть пораньше, начинался с очень классной идеи проведения общей конференции, где мы договариваемся о том, что мы делаем, которое получило название перепланирования. Но это очень маленький кусочек фреймворка. Возможно, в каких-то организациях это просто больше промотируется, поэтому возникает такое предположение, ощущение, что это самое важное, что там есть. Это совсем не так. Поэтому ответить, что там самое важное, ну, в зависимости от того, какие задачи решаются, для разных компаниях некоторые вещи могут быть важными, очевидными или очень сложными для запуска своей организации. Ну, вот смотри, я абсолютно разделяю мысль о том, что, в принципе, все новое – это хорошо забытое старое, и большинство современных подходов – это рекомбинация каких-то уже известных вещей, плюс к ним добавляется какая-то маленькая перчинка. Можешь там вот сходу что-то вот такое вот вспомнить, что такое вот такой перчинка является в сейф, что являлось новшеством? Или это как раз вот пи-планирование? В зависимости… Дело в том, что сейф, как я говорил, он первый запуск, первая имплементация была в 2010 году, в 2010-м, и с 2011 года фреймворк существует как доступный для всех. И очень большая эволюция с 2011 года до 2022, в котором мы сейчас находимся, прошла в фреймворке, и там постоянно-постоянно какие-то вещи добавляются и видоизменяются. Началось все действительно с идеи перепланирования. Ну и там еще несколько было идей по поводу там каскодирования булога и так далее. Но дальше, я могу пример привести. Я сам учился, еще была четвертая версия сейф. Только закончилась третья, появилась четвертая. Ну там третья и LSE была, появилась четвертая версия. И я когда учился сам, я к коллеге из Kilt Agile несколько раз подходил с вопросами. К счастью, я учился непосредственно в Kilt Agile, то есть не у партнера. И вот я к нему, слушай, а где инновации? Почему так мало про инновации? Ну мы про эти разработки. Я говорю, хорошо, где инновации? Где продукты? Почему вот у вас не написано? И буквально в следующей версии 4.5 я вижу, эта идея появляется про управление инновациями, которое дальше развивалось. То есть такие вещи в фреймворке происходят постоянно. И тут еще такой момент. С помощью фреймворка вы можете узнать идеи, которые есть в других организациях, которые вам эти организации напрямую не расскажут, потому что это их корпоративный ноу-хау. Здесь это обезличено, это собрано консультантами, и это доступно тем, кто хочет делать прорывные продукты, при этом сложные продукты. То есть получается основная такая перчинка, что это все дает возможность придумать какие-то собственные инновационные прорывные идеи на базе фреймворка. И достаточно непростые в технологическом плане вещи создавать. Я, опять же, может быть там, если захочешь, можем поговорить конкретно про подходы, которые звучали в вопросе, ну либо можем к этому вернуться. Нет, ну здесь часто может быть про вот эти все подходы какой-то темы холиварной, мы хотим ее избежать все-таки. Я тоже. Вот. Поэтому перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос такой. Есть куча компаний, которые постарались имплементировать сейф, но потом отошли от канона. В ту или другую сторону. Хотя, в принципе, в рамках фреймворка там что есть канон тогда. Может быть тогда... Ты сейчас за меня отвечаешь на самом деле. Да, нет, я скорее размышляю немного, да. Много ли таких компаний, ты наблюдаешь на рынке, а самое главное, что себе полезного оставляют? То есть, грубо говоря, попробовали, что-то не вышло, они оставили какие-то вещи, которые прижились, и вот какой профит от этого компании получают? Профит – это повышение управляемости разработкой сложных продуктов или даже многих продуктов, а многих продуктов в рамках одного направления разработки. Это повышение управляемости. Это во многих случаях сокращение time-to-market, и это, наверное, большее вовлечение команд разработки в бизнес, в создание бизнес-идей, и наоборот, бизнеса в разработку, насколько это возможно. И таким образом, больше синергии, больше экономический эффект от того, что люди делают. Ну, там еще был второй вопрос, собственно, что оставляют. Опять же, зависит от задач и зависит от специфики, потому что абсолютно правильно, это, собственно, моя реплика была, что такое канон. То есть, есть вещи, которые в фреймворке описаны, но абсолютно неправильно говорить, что он вот такой вот совсем жесткий и не позволяет гибкости. по моему опыту, по моему опыту, огромное количество решений принимается, даже не нарушая то, что написано вот в этом огромном количестве статей. И очень разные могут быть запуски, даже не нарушая это. Но некоторые компании говорят, что вот эта практика, вот нам вот вообще никак. Мы будем получать какие-то плюсы, если мы вот эту конкретную практику не будем использовать. Обсуждаем. Ну, да, есть риски с этим, с этим, но, как правило, можно найти вариант, когда, да, вот конкретно эту вещь во фреймворке мы не используем, но при этом получаем максимум плюсов с соответствующими рисками, но, тем не менее, максимум плюсов от того, что остается, скажем так. Очень сильно зависит от организации. Отлично. Так, ну и перейдем к следующему вопросу. Встречал ли ты использование сейф в строительных организациях? У меня клиентов в строительных организациях нет. Я хорошо себе представляю, как сейф может работать в машиностроительной организации, в машиностроительной, и на самом деле там один шажок дальше уже в строительство классическое. Основная идея и основная сложность заключается в том, что как только мы переходим к миру физическому из мира цифрового полностью, у нас возникает такая штука, как безопасность, надежность, ну, то есть цена ошибки. и сейф здесь очень интересную мысль проводит. Всю работу в организации мы делим на два класса. Это разработческие потоки ценностей и операционные потоки ценностей. И управляются они чуть-чуть по-разному. Вот сейф про разработческие. Говоря о строительстве, например, есть проектирование, там вообще разработка, это разработка продукта, это все просто. А вот когда мы уже говорим про возведение, там есть часть, где мы должны очень жестко следовать определенным техническим, там, материаловеческим, там, инженерным, там, прочим разным практикам, которых мы не можем отходить. А есть часть, где мы можем допустить гибкость. И вот найти вот эту середину и совместить в там постройке одного здания вот эти две вещи, это определенное искусство, это то, что сейф, напрямую на текущий момент не рассказывает, как сделать, как вот совместить практики и операционные, и гибкие продуктовые разработчики при работе над чем-то одним. И здесь, конечно, нужно поработать, чтобы найти, как их подружить. Но я абсолютно уверен в том, что подружить можно. Длинный достаточно вопрос с преамбулой, с попыткой немножко укусить, но посмотрим, как ты справишься. Итак, когда в сейф скраммастер будет арт-проводником, вагоновожатым, или agile team мастер, ATM, или еще чем-то не связанным со скрам, этот и иные термины, взятые из целевых систем, при адаптации к сейф приобрели иные свойства и теперь вызывают разночтение в очень разных местах сообщества, включая составление вакансий и формирование представлений у профильных специалистов. Ну, во-первых, вагоновожатый, поездовожатый в сейф есть. Уже он не называется скраммастером, он называется по-другому. Что касается скраммастера, разночтение заключается в том, насколько мы используем скрам в фреймворке. В моем понимании скрам используется полностью во фреймворке. Другое дело, что если ты только знаешь скрам и являешься хорошим скраммастером с точки зрения скрама, то ты не сможешь просто взять и пойти работать с командами в сейф, потому что требуются дополнительные знания. Потому что, кроме работы с командой, так как это прописывает для скраммастера скрам, и в моем понимании то, как это прописывается на уровне команды в скраме классическом и скрам XP, который в сейф, в общем-то, не отличается. Но есть одно но. Вот там, где начинаются отличия. Отличие заключается в том, что скраммастер не только работает в мероприятиях команды. У нас есть еще мероприятие команды команд, которое называется как раз релизный поезд agile. И вот эти вещи тоже нужно знать. Поэтому я бы сказал, что либо это, возвращаясь к запросу, я так понимаю, от HR такой вопрос обычно происходит, либо от какой-нибудь рекрутинговой компании. Как вот описать, кого мы ищем? Самый простой вариант, конечно, это прочитать статью о скраммастере на английском, на оригинальном сайте, на русском, например, на нашем, и оттуда взять. Там есть прям вот что делать. Вот это, вот это, вот это, вот это. Если вопрос, что человек вот просто знает скрам, то просто нужно с будущим работодателем проговаривать, что нужно доучивать человека, чтобы он понимал, как он, как скраммастер, будет проводить, не участвовать, проводить мероприятия большего масштаба или участвовать в проведении этих мероприятий. Вот это дополнение. Но это дополнение не противоречит тому, что происходит на уровне команды. Опять же, это мой опыт, это мое понимание. Я прекрасно понимаю, что в некоторых организациях, может быть, у некоторых консультантов это понимание другое. Наверное, на это понимание тоже есть свои причины. Хорошо. Какие дополнительные знания команде нужны в сейв, кроме скрама? Ну, я, собственно, уже даже начал отвечать на этот вопрос. Дело в том, что команда участвует не только в мероприятиях с самой себя, но или там в взаимодействии с соседней командой. У нас есть еще обязательное понимание более крупного масштаба. Это масштаба некоторого количества команд, с которыми мы вместе разрабатываем какой-то продукт, систему, сервис. В сейв используется универсальный термин решение, которое все закрывает. Так вот, нужно общее понимание иметь. И для того, чтобы это понимание иметь, есть дополнительные мероприятия к мероприятиям классического скрама, в которых команда должна эффективно участвовать. И, конечно же, и скраммастер, и владелец продукта, и участники команды должны быть знакомы с этими мероприятиями, а в идеале хотя бы в формате симуляции пройти эти мероприятия, чтобы понимать, как их делать наиболее эффективно. Потому что с ростом количества участников сложность мероприятия повышается. А это требует большего профессионализма не только от тех, кто проводит, но и от тех, кто участвует. Хорошо. Следующий вопрос немножко практический. Кто-то практикует работу с фиксацией рисков клиентского опыта, вызванных релизами MVP, и при каких-то фичей последовательно? Есть управление... Ну, давайте так, по-другому. Смотрите, есть Каздеф, наш любимый, да? И в рамках этого Каздефа, в рамках провер продуктовых гипотез, как выстраивается работа с функционалом фичей, это вопрос к продукт... Во-первых, вопрос даже к бизнесу, который что-то, наверное, от клиентов хочет получить. Это вопрос к продукт-менеджерам, это вопрос к продукт-оуннерам команд, это вопрос к техническим возможностям команд, это вопрос к архитектуре. То есть, если нужно какие-то фичи проверять последовательно, ну, какие проблемы? Да, так делают. И для этого, кстати, у нас даже артефакт есть, дорожная карта несколько уровней этой дорожной карты, которые позволяют эти вещи визуализировать. А вот с чем я не соглашусь в вопросе, уж извините, это с вот этими тремя буквами MVP. Потому что MVP это продукт, это не фича, это продукт. То есть, MVP это набор каких-то фич, которые мы можем нашему клиенту в идеале продать. и это вообще-то, мягко говоря, больше, чем одна фич. Я просто сам сталкиваюсь, когда с продуктовыми командами работаю, я с ними работаю, то, что вот есть эта вот игра слов, давайте выпустим MVP фичи. Какой MVP фичи? Ты коздаев делаешь. Ты проверяешь гипотезу, ты смотришь, зайдет вот такой экспириенс, либо зайдет такой экспириенс. Ты получаешь обратную связь. Ну, где тут MVP-то? А, ну, это что-то маленькое. Давайте, все-таки маленькое, это коздаев. MVP это продукт, в который мы инвестируем для того, чтобы проверить большое какое-то нововведение, большой кусок функционала, то есть что-то существенное, чтобы понятно, как большая часть функционала для нашего пользователя. Вот там MVP, да, это MVP. То есть я просто периодически в этих обсуждениях участвую, и меня немножечко коробит, когда говорят MVP-фичи. Что такое MVP-фичи? Отлично. Следующий вопрос. Есть ли у нас в стране кейсы, где создавались не только арты, но и солюшены? Ты, по-моему, использовал слово решение вместо этого. Да. И вообще использовались все уровни сейв современного пятой версии. Да, я стараюсь русские термины использовать по максимуму. Не всегда это возможно, потому что статьи на английском, но стараюсь действительно. Солюшен, по-русски решение. У меня клиентов, которые целиком используют все уровни сейв на сто процентов нету. И я в России таких клиентов на самом деле не знаю. Другое дело, что есть клиенты, которые используют большую часть фреймворка, то есть и портфельный уровень, и некоторые элементы уровня решения, и, соответственно, естественно, уровня команды команд, который поезд. Но я стараюсь максимально отговаривать своих клиентов от сразу запуска Солюшен Трейна. Почему? Потому что один вопрос это когда просто нужно поезда между собой синхронизировать. А другой вопрос, когда вам нужно углубляться в детали, и у вас появляется дополнительный артефакт, к чему я. То есть есть классическая модель требований в Safe, каскада требований, когда у нас есть Epic, фича и история. Вот если мы полноценно запускаем уровень решения, у нас появляется еще один элемент требований, который называется Capability либо возможность по-русски. И это на порядок усложняет систему управления. Поэтому если можно этого избежать, можно, например, при и пост-пи планировании использовать, можно compliance использовать, можно использовать Intent решение как артефакт из этого уровня, соответствующую работу с архитектурами, даже иметь STE, архитектор решения и, соответственно, нашего менеджера или менеджеров, менеджмент, решения, но все-таки стараться не усложнять систему управления. И я, пока мне это удается, но, может быть, просто нету таких компаний, которые бы сотнями человек делали один продукт. вот там без этого будет сложно. Так, команды при обсуждении сложности задач из соседних команд не могут ориентироваться на сторипоинты. Я читаю вопрос, как его сформулировал автор. Так как один сторипоинт команды А может быть не равен сторипоинту команды Б. Как вы решаете такую проблему? Очень хорошо, что сторипоинт команды А не равен сторипоинту команды Б. Мне это говорит о том, что, по крайней мере, сторипоинты не превратили в человека-часы деструктивные. Человека-часы в оценке и в контроле исполнения очень деструктивная штука. Поэтому я, во-первых, рад за автор, что действительно они не равны. Дело в том, что в сейв, тем не менее, есть техника, которая позволяет не то, чтобы их сделать равными, но сделать их близкими. Если они близкие, то на уровне суммирования сторипоинтов разных команд бюджетно в принципе уже можно работать. Но это не значит, что если вот эта команда оценила эту историю на столько-то сторипоинтов, при переносе эту историю в другую команду оценка должна сохраниться. Нет. Я всегда командам говорю следующее. Ребята, вы можете переоценивать историю столько раз, сколько считаете нужным. Вот единственное, когда вы ее уже в итерацию в спринт взяли, вот там вопросики начнутся. Почему у нас сложность плывет? Но до этого, то есть вы взяли историю другой команды, переоцените, посмотрите, насколько она сложна для вас. Может быть, у той команды есть опыт, знания и отсутствуют риски, а у вас всего этого более чем. Ну да, она будет в пять раз больше, нормально. А может быть, специально это сделано. Может быть, менеджмент таким образом инвестирует в развитие вашей команды, что вы возьмете для себя историю, где вы ничего вообще не понимаете, но вы разберетесь в этом стеке, в этом домене и дальше у вас оценки подобных историй будут ниже. Хорошая инвестиция в кросс-функциональность и так держать. Что ты ожидаешь увидеть в сейф шестой версии? Может быть, есть какие-то инсайды из тренерского сообщества? Что я ожидаю? Ну, я уже могу сказать, что там точно будет, потому что по секрету могу сказать, что статьи, которые сейчас лежат в интернете, они уже некоторые обновлены до версии 6. Это статьи про поток ценностей, мы все три статьи перевели на русский, можно русском почитать. Это статьи про роли, улучшающиеся и привязывающиеся ближе к практике, к тем вопросам, которые обычно возникают в фреймворке. То есть, если вот то, что сейчас на поверхности, то, что можно сказать, во-первых, это больше потока, то есть, больше работы с потоками ценностей, это вот как раз тебе тема очень близкая, она там взлетает по полной программе, то есть, больше лена, грубо говоря, да, и второе, это больше практики, то есть, статьи становятся чуть менее теоретическими, в них появляется очень много практических ответов, которые я, я, например, своим клиентам и так рассказываю, а тут это еще будет написано в фреймворке. Вот это, на самом деле, очень большая ценность для меня, например. От себя бы я хотел задать вопрос, есть ли какие-нибудь данные по тому, когда будет релиз, или это пока скрывается? Но это пока официально скрывается, есть две версии этого релиза, давайте так. Первая версия, это на стыке первого и второго квартала следующего года, и вторая версия, это если они очень сильно поднапрягутся, а я знаю, что очень сейчас большая работа идет по подготовке шестерки, они могут неожиданно для всех выпустить так же, как пятерка вышла в первых числах января. Но, честно, я не очень в это верю, но посмотрим. Зачем в сейфте Млида назвали владельцем продукта? Очень интересный вопрос. У меня на мероприятиях регулярно возникает тема про тем лидов. И я, к сожалению, не ты автор этого вопроса, я бы спросил все-таки, что вы понимаете, во-первых, под тем лидом. Потому что разное, я общаюсь с разными компаниями, разное есть понимание, кто такой тем лид и что он делает. Но я, честно говоря, впервые слышу, вот тем лид близко к владельцу продукта, я скорее слышу обычно, что тем лид – это человек, который раздает задачи программистам и там, значит, бьет им по голове то, что они не так программируют. Вот по классике, но, опять же, не всегда, по-разному бывает. Иногда говорят, что тем лид – это человек, который с компетенцией отвечает. О, а это уже и джал тем лид. Это уже как бы… с этим проще работать. Абсолютно нет. Нету совмещения никакого тем лида с владельцем продукта. Более того, извините меня, тем лиды, но позиции тем лид официально в сейф нет. Хорошо. Почему в сейф программ инкремент – это таймбокс, а инкремент итерации – это приращение функциональности? Такого не написано в статье сейф, если почитать. То есть, я не знаю, опять же, это может быть какая-то интерпретация, может быть, в связи с особенностями перевода, может быть, с особенностями пересказа связано, но в статье этого такого нет. Таймбоксом является и итерация, она же спринт, кому что больше нравится, просто итерация – экспишный термин, спринт скрамовский, абсолютно то же самое обозначает, используется как синоним. И инкремент программы, то, что PI называется, программ инкремент, это тоже таймбокс или веха по-другому, говорят проектным языком, это и то, и другое вехи. А вот инкремент – это понятие, которое давным-давно, и, кстати, в разных гибких подходах и школах и так далее, считалось, что должно быть синхронно относительно вот этих таймбоксов, то есть, вот закончилась итерация, у нас должен быть инкремент ценностей. И там закончился PI, должен быть инкремент ценностей всего поезда. А сейчас все пришли к тому, что это не так. Это не так. То есть, надо понимать, что есть наша каденция условно-управленческая, это наши итерации API, и есть наше понимание, когда мы получаем приращение ценности. Оно, в принципе, может быть асинхронно по отношению к этим таймбоксам. Вот в сейф так. То есть, в сейф тоже так, давайте так скажем. Окей. Каков roadmap запуска сейф компании? Действия, сроки? Если очень просто, вот на самом верхнем уровне, первая часть – это единый лексикон и команда трансформации, ну или как у Коттера это называется коалиция проводников изменений, у него есть такое красивое название. То есть, вот эта коалиция должна быть. Нельзя сделать изменения в организации в организации внешними консультантами. Можно попробовать, но как только они уйдут, это все дело развалится моментально. Поэтому должна быть внутренняя коалиция проводников, они должны быть обучены, они должны понимать, куда они идут. Ну, дальше вот эти все 8 пунктов Коттера, не буду их озвучивать. Второй пункт. Вопрос – мы запускаем портфельное управление сразу или потом, и то, и другое нормально. Если портфель… Да, кстати, первый пункт, время там был вопрос – сколько пройдет времени, чтобы коалицию создать. По-разному происходит, но я бы сказал, от пары недель до месяца. По-разному. Больше у меня не было, меньше у меня, ну, в общем-то, тоже не было. Дальше вопрос к портфелям. Дело в том, что портфель подразумевает еще стратегическое управление, по крайней мере, разработкой, портфель разработческий. И вопрос – сколько потребуется времени, чтобы адаптировать те стратегические наработки, которые есть сейчас в организации, в те форматы, которые предлагает сейф. Ну, при достаточно напряженной работе и обучиться, и это сделать, ну, я бы сказал, от месяца это можно. Ну, от месяца, потому что это серьезная тема, и мы понимаем, что стратегия и за месяц компании не пишется, да, поэтому по-разному. А дальше нам нужно построить модель потоков ценностей. Сколько это займет? Я знаю, сколько мероприятий занимает. Мероприятие занимает от полудня до день для того, чтобы войти в этот процесс. Но вот дальше это стратегически творческое упражнение для владельцев, для топ-менеджмента. Я не знаю, сколько время это занимает у них. Ну, то есть в каждом случае по-разному. Если четко есть понимание, в рамках какого потока ценностей мы запускаем фреймворк, это можно сделать, не знаю, за несколько дней. В рамках недели вообще легко. А может и нет. Но давайте еще раз. Значит, сначала мы создаем коалицию проводников изменений, команду трансформации внутреннюю. Потом, если у нас портфель, значит, мы должны выстроить портфельное управление. Следующее, должны определить, какие потоки ценности у нас подпадают под старт трансформации. То есть из чего мы потом будем делать наши поезда разработческие. И дальше все очень просто. Когда мы определили, какие у нас потоки ценности, определили, как будут выглядеть разработческие потоки ценностей, мы понимаем, кто какую роль выполняет. У нас ролевая модель обучения. Значит, еще месяца полтора-два, по-разному, как бывает, может уйти на то, чтобы эти роли обучить и подготовить бэклоги, если их нет. Ну и дальше мы выходим на первое ПИА-планирование. Самый короткий процесс запуска сейфа и запуска поезда у меня был первый поезд в Хомпах Дитбанке, где мы с учетом еще и новогодних праздников первый поезд запустили, по-моему, что-то за три недели у нас получилось. Вот это все, то есть я сейчас примерно на три месяца накидал работу, но вот за три недели. Но это история, когда поезд поехал, а мы колеса еще приворачиваем. Да он уже едет, но мы колеса еще переворачиваем. Поэтому вот где-то между тремя неделями и тремя месяцами находится правда в каждой конкретной организации. Правилами фреймворка говорится, что при возникновении межкомандных проблем скрам-мастер должен идти к РТЕ. Это выглядит так, что им запрещается проявлять проактивность и решать эти проблемы самостоятельно, то есть идти ногами в другую команду и решать еще через РТЕ. Если это так, то почему так именно сделано? А что делать, если хочется проявлять проактивность? Например, нарушать правила сейф или нет? Тут два вопроса. Первый вопрос про то, что что-то написано. Такого в сейф не написано. Более того, если вдруг коллега сдавал экзамен на сейф скрам-мастера и вот так вот ответил, там есть в экзамене похожий вопрос, он скорее всего ответил на вопрос экзамена неправильно. Там есть вопросы типа в какой момент скрам-мастер должен эскалировать проблему. Правильный ответ, когда не удается решить эту проблему на уровне команды. Это правильный ответ, а не бежать к РТЕ сразу. Поэтому в сейфе такой рекомендации нету, во фреймворке такого не написано. И вторая часть вопроса. Что делать, если хочется проявить проактивность, нарушать правила сейфа? про нарушение. Да, то есть надо понимать, что проактивность нарушений правил это не одно и то же. Есть замечательное выражение, я его использую, гибко, но не жидко. Вот понимаете, дело в том, что мы должны иметь небольшой набор жестких правил, на которых, простите, базируется наша гибкость. По-другому не получится. Ну, либо тогда вы стартапы. Если это тема организации, возможно, и сейф не нужен будет, кстати говоря. Но если мы все-таки хотим, что люди шли в одном направлении, есть набор правил, которые мы выполняем. Эти правила, это не лично конкретный скрам-мастер придумал, это правила, принятые в принципе в организации. Но это не значит, что все правила, они прибиты гвоздями. Как я говорил, компания отходит в силу каких-то причин с определенными рисками. Поэтому если речь идет про давайте не нарушение, изменение, адаптация под конкретную организацию, там вопрос номер один это знание принципов сейф. То есть как узнать сейф, не сейф, можно это изменить делать или нет. Вы соответствуете принципам сейф или нет? Если ты хорошо понимаешь каждый из принципов сейфа, их 10 штук, вот это изменение укладывается в принципы сейфа, либо оно противоречит. Первый момент. И второй момент, ну ты же не один скрам-мастер в поезде. Пообщайся, у тебя есть другие скрам-мастера, у тебя есть РТЕ, у тебя в конце концов есть продуктовые ребята, которые вообще-то отвечают головой за продукт, за продуктовую эффективность вашего поезда. Поэтому если речь это какой-то адаптации, нужно понимать, что ты не один. Ты работаешь с командой не только со своей, а у тебя команда-команда, это тоже твои ребята. Поэтому если вы все вместе решаете, что вам это лучше, и вы понимаете, что это не нарушает это правило организации, и там какие-то подходы, ну да, а почему нет? К этому вопросу я хотел бы просто добавить, ты действительно прозорлив, это человек, который прислал этот вопрос, он говорил, что сдавал тест и вот так вот попался на такую вот историю. Вот так вот профессионалы действуют, все от них не скроешь. Итак, почему в сейф используется WSGF? Можно ли от него отказаться и использовать что-то другое? Мы уже обсудили по поводу отказаться можно ли, то есть должна быть аргументация и объективная, не потому что я не хочу, да, да, это сложно все. То есть почему, во-первых, WSGF? Потому что WSGF на сегодняшний момент с одной стороны это экономический способ приоритизации, экономический, не потому что мне захотелось, а экономический способ. Во-вторых, WSGF является способом простым и включает некоторые идеи организационной психологии, заставляя менеджмент договориться, потому что проблема по факту заключается в том, что люди, у них нету протокола, вокруг которого работать, чтобы договориться о приоритете того, что делает поезд, да и конкретная команда. И WSGF дает протокол общения, общения. То есть это не просто техника расставления цифер, это общение между менеджментом, архитекторами, людьми, которые за бизнес отвечают, продукт-онерами. То есть вот эти ребята, они вместе общаются. Это просто протокол общения. Есть ли у меня клиенты, которые WSGF не используют? Да. Бывает в некоторых организациях, что эту функцию берет на себя кто-то, простите, из менеджеров. Является ли это экономической грибатизации, но зависит от его профессионализма. Может быть, да, может быть, нет. Ты на самом деле предвидел следующий вопрос, потому что следующий вопрос касался корректного использования WSGF, потому что это некоторая формула, где в числителе у нас есть некоторый показатель бизнес-ценности, есть показатель срочности и что-то с рисками связано. Стоимость задержки. Стоимость задержки. Вот. И получается так, что при... Эти три величины складываются. Если первая величина, бизнес-ценность ноль, но, грубо говоря, что-то со срочностью имеет высокий рейтинг, то эта штука может всплыть в бэклоге. Вот. И на практике как вот обходимся от этого? А на практике мы так и делаем. Даже если у вас нет WSGF. Когда что-то горит, когда у вас лед лег в прот, когда у вас там какая-то важная клиента фича упала, вы идете ее фиксить. Поэтому... Без бизнес-ценности. Да. Ее нужно просто пофиксить. У вас где-то еще может быть что-то взлетит сейчас или потом. Дело в том, что WSGF позволяет сравнивать теплое с мягким. Потому что как раз действительно там три части числителя. Первое это... Я очень упрощаю. Деньги сейчас. Второе. Стратегии сроки. И третье. Деньги завтра. Ну или послезавтра. Не важно. Или там возможность получения денег, а не убытков и так далее. И по сути, вот если мы говорим про зарабатывание денег сейчас, играет первая часть числителя. А если мы говорим про снижение рисков либо получение какой-то информации, которая сама по себе не является частью ценности для клиента, но нам она нужна, чтобы потом эту ценность создать. Это третья часть. Поэтому мы можем сравнивать в обычном мире очень несравнимые вещи. Окей. В PI есть последняя итерация Planning and Innovation, в которой нужно придумывать архитектуру, заниматься улучшениями и тому подобное. Но на нее часто забивают и доделывают фичи с предыдущих итераций. Каким негативным эффектом это приводит? Как избежать того, чтобы на нее забивали? Есть ли какой-то опыт кейса, где такая интеграция делается правильно? Это... Итерация правильно, извини. Да, да, я понял. Это на самом деле очень большая боль, потому что эффективные в кавычках менеджеры часто думают, что если все смотрят в мониторы, это обеспечивает самую высокую производительность. Это заблуждение. Мы делаем сложные продукты. Нам нужно придумывать корпоративный нох-хау. Нам нужно обслуживать инфраструктуру. Нам нужно обучать людей. Нам нужно нормально готовиться и проводить вот эти самые API-планирования. Для этого, для всего, а не только для допилки фич, делается вот эта самая IP-итерация, да, Innovation Planning итерация. И это вопрос с одной стороны продажи вот этой идеи, то, что ребята, в инновационном продукте... Да вон мы ТЗ напишем, а не сделают. В ТЗ вы заложите такое количество предположений, которые никогда не сбудутся, что ваш продукт хорошо, если заработает. Да, а здесь вы постоянно обсуждаете, что вы узнали и улучшаете ваш продукт. Это происходит и внутри обычных итераций, но там на этом мало времени. А у нас здесь есть как минимум первая неделя, там, четвертая, пятая или шестая, в зависимости от компании, у всех по-разному, вот эта самая IP-итерация, где мы можем заняться инновациями, заняться улучшениями, проводить хакатоны, обучать людей, с партнерами общаться, с конкурентами общаться, проводить какие-то демонстрации продуктов, техник, технологий и так далее. На самом деле это не пустая трата времени и денег, если к этому подходить с умом. Но я ничего против не имею ни в коем случае менеджеров как профессионалов, это вопрос, куда менеджмент, который не дает возможности вот этому всему происходить, загоняют те KPI, которые им спускаются. То есть, как правило, проблема заключается в том, что давят абсолютными метриками разными, которые не показывают и не способствуют тому, чтобы происходили инновации в организации. Поэтому, как я сказал, с одной стороны это продажа того, что, ребята, ваш бизнес от этого зависит в 21 веке, вот уже все, по-другому не получится. А с другой стороны, ну, это, простите, запрет на разработку в пятой итерации в явном виде. То есть, ведь, что у нас хитрый менеджер начинает делать? Так, ну, значит, не сделали, но в пятую итерацию. Не сделали, но в пятую. Не успели, протестить не успели, но в пятую итерацию. Там, не успели интеграцию проверить? в пятой итерации. Ну, там, интерфейс не допилилили, да, в пятой итерации. Если регресса что-то вылезет, да, в пятой итерации. В итоге продукт вообще не случается. То есть, вот сейчас надо делать. Пятая итерация, это совсем форс-мажор, и это через какие-то там эскалации с разборками, а почему вот мы собираемся отказаться от столь важной части работы с нашим продуктом, как инновейшн и плейнинг, в честь инновейшн. Да, и еще есть момент, то что, ну, вообще-то работа в обычных разработческих итерациях, она достаточно напряженная, и нужно время, чтобы выдохнуть и запланировать следующий шаг. Иначе у нас люди будут банально выгорать. И на самом деле у меня такая ситуация была, я ее рассказываю, когда мы запустили agile, и потом ко мне приходили разработчики, говорили, значит, либо ты меня с этого agile снимаешь, либо я нафиг увольняюсь. Вот этого нужно избегать. И как раз пятая итерация это в том числе для того, чтобы еще немножечко выдохнуть и с новыми силами идти в шестой. Не значит не работать. Это значит не работать по созданию новой ценности в жестком графике. Но это значит, что ты ходишь на работу, ты занимаешься инновациями, ты улучшаешь себя, ты улучшаешь свой продукт, разрабатывая идеи. Вот это там должно быть. Сколько стоит трансформация всех, к чему готовиться? Трансформация в сейф не может быть дешевым мероприятием, потому что это большой набор знаний, которому людей нужно учить. То есть это и фод этих людей, которые люди тратят не на смотрение в монитор и делание того, что они делают, а на то, что они тратят время на обучение, как бы, казалось бы, а где здесь ценность от того, что мы их учим? а если мы их, так как классическая дилемма HR-овская, если мы обучим, и они уйдут, либо мы их не обучим, и они останутся. Ну, классика жанра. Поэтому это не дешево. Это абсолютно точно не дешево. Так вот, навскидку трудно сказать. Дело в том, что есть разные варианты с разной нагрузкой на людей. Мы их всегда прорабатываем, по крайней мере, я со своим заказчиком это всегда прорабатываю. Есть инструментарий, которым я пользуюсь со своими клиентами абсолютно в открытую, который позволяет вот эти цены для конкретного кейса, конкретного заказчика с их возможностями максимально эффективно посчитать. Но вот я могу сказать, как точно не нужно. Не нужно, давай ты поможешь нам два, даже кейса у меня таких было, провести пиапланирование. Я говорю, ребята, а у вас что? Не-не-не, нам просто пиапланирование. Ребят, а как бы вот у вас там процессы, артефакт. Не-не-не, нам просто пиапланирование. Просто пиапланирование. Мы вот мы слышали, что пиапланирование это круто, давай ты пройдешь пиапланирование. Ребята, если мы запускаем систему управления, то мы с вами потоки ценностей строим, мы с вами строим бэклоги, мы с вами строим канбан-системы, мы с вами определяем, кто чего делает, мы с вами проводим обучение для того, чтобы люди понимали, как они в этой парадигме будут существовать. И потом мы с вами проведем перепланирование. У меня вьетнамские флэшбэки. Ну, то есть, вот поэтому это точно абсолютно недешево, это инвестиция, и нужно к этому подходить, как к запуску системы управления второй, не замена, к запуску еще одну систему управления для продуктовой разработки вашей организации. Поэтому говорить какие-то цифры, наверное, сейчас будет неправильно, но все, кто с потенциальными такими запросами к нам приходят, все уходят с честным ответом, открытым с учетом наших сегодняшних реалий. Вот, наверное, немножко ушел от ответа, но, мне кажется, технологию я рассказал. Спасибо огромное еще раз. Коллеги, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, приходите на Лешины ресурсы, читайте все, что там есть, развивайтесь, это всех раздражает. Отлично, спасибо большое. Спасибо.